Всем привет! В эфире Универньюз. И я его ведущая Аделина Гайнулина в этом выпуске. 6 сентября состоялось первое заседание ректората. Настало время новых открытий. Молодых ученых стало больше. Проголосуй за медиа-центр КФУ, чтобы он стал лучшим. 6 сентября состоялось первое в новом учебном году заседание ректората Казанского федерального университета под председателем ректора КФУ. Основными темами разговора стали итоги приема и заселения первокурсников. 6 сентября состоялось первое в новом учебном году заседание ректората, которое было посвящено итогам приемной кампании 2017 года. Всех вас хочу поздравить с началом учебного года, который нам с вами предстоит повторно пройти защиту нашей дорожной карты перед ТОП-100. Также до 1 августа мы должны, если, конечно, захотим участвовать в проекте, гранте, это университет как центр инновации. При всех различиях этих программ у них есть одно важное общее. Все они нацелены на продвижение вуза и выведение его на самый высокий мировой уровень. Казанский федеральный университет сохранил свои позиции в рейтинге 1000 лучших университетов из 77 стран мира за 2017-2018 годы, составляемые журналом Times High Education. Наш университет сохранил те же позиции, которые были, точнее, как университет в прошлом году. Значит, позиции 4,1 плюс. Мы с вами из университетов 5 ТОП-100 занимаем четвертую позицию. Мы делим четвертую позицию, скажем, национальной МИФИ, Новосибирск и в Санкт-Петербургском в проекте не участвуют. Стоит отметить, что на сегодняшний день на первый курс КФУ зачислено 11 032 студента, причем 4980 из них на бюджетные места. Одним из самых весомых показателей приема остается привлечение высокобальников и участников и победителей предметных олимпиад школьников. Прежде всего, главная риска – это растущая конкуренция среди ведущих российских вузов за высокобальников. Каждый российский вуз стремится как можно больше высокобальников в себе зачислить, что выявлено приемной кампании этого года. Кто отвечает за высокобальников, кто должен с ними работать. С 15 сентября в КФУ начнет работать Центр подготовки олимпиадников, который в перспективе должен стать самоокупаемой бизнес-структурой и выйти на межрегиональный уровень. Приемная комиссия должна начать работать не в апреле месяце, а вот буквально на днях, поэтому надо сделать дорожные карты по приемной комиссии, когда что открывается, и возможно на площадке Уникса создать уже пункты ответа на вопросы, соответственно, процессы. Работа приемной комиссии усилится в режиме онлайн и социальных сетях, а также в мобильном приложении, которое разработал ИТИС. Стоит отметить, что прием по линии иностранных граждан еще не завершен и продлится до конца сентября, но уже сегодня можно говорить о позитивной динамике. Проблему с оттоком абитуриента с постсоветского пространства можно решить путем расширения взаимодействия с вузами этих стран. Так можно проработать механизм открытия базовых кафедр КФУ в вузах-партнерах и начать реализацию программ двойного диплома. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Владислав Михневский, Универ Ньюс. В Елабуге вручили премию имени Марины Цветаевой. Ее присуждают поэтам, писателям, работникам музеев и театров. В этом году премия посвящена 125-летию со дня рождения русской поэтессы. 5 сентября в Елабужском институте КФУ состоялось вручение внеочередной восьмой литературной премии имени Марины Цветаевой. В этот день ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был удостоен награды фонда «Общественное признание». Лауреатом литературной премии в номинации «Цветаевский мемориал» стала внучатая племянница Марины Цветаевой Ольга Трухачева. Наследница поделилась светаевскими музеями, семейными реликвиями, рукописями, записными книгами. Я делаю это не за награды, делала всегда и буду делать, как и бабушка, никаких наград в семье нет. Я обещаю, что я буду помогать дальше, что после меня все останется архивы, я не увезу с собой их в Америку, они все останутся здесь, на родине. В номинации «Исполнительское искусство памятной медали и денежной премии» награждена актриса театра Светлана Романова. Зрителями ее спектакля «Последний день» по стихам Марины Цветаевой стали преподаватели и студенты. Закон звезды и цветок, он такой красивый, у него есть формула, вот это поразительный человек, такие эмоции, такое обнажение. Продолжая традицию цветаевских чтений, в ноябре состоится вручение студенческой премии. Аурелия Сташкова, Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, Универньюз. Казанский федеральный можно назвать смело центром притяжения молодых ученых. Чем же привлекательен университет для гениев науки нашей страны, расскажет Аделя Шамилова. Несмотря на то, что Казанскому университету более 200 лет, Альма-Матер только молодеет. КФУ стал неоспоримым местом притяжения талантов не только из Тарстана, но и соседних регионов и стран. За последние три года количество младых ученых, специалистов и преподавателей КФУ выросло примерно на 35%. Потому что здесь есть все условия. Здесь условия хорошие, прекрасные, оснащенные лаборатории, очень хорошо развита социальная сфера. Для молодых ученых выделяется много различных стипендий, грантов, поддерживается жильем. Уже стало обычным делом, что в КФУ приходят работать молодые специалисты, получившие дипломы в вузах из первой сотни мировых рейтингов. Это происходит потому, что руководство университета продолжает делать акцент на привлечении и закреплении младых кадров. И здесь еще, кроме того, реализуются очень интересные проекты, которые привлекают не только молодых ученых из России, но и из-за рубежа людей, которые получили степени ведущих мировых университетов. Для наибольшей наглядности в качестве примера стоит привести несколько интересных проектов. Например, ассистент кафедры геофизики и геоинформационных технологий Диляра Кузина занимается изучением космической пыли. Благодаря исследованию гостей из космоса можно будет выяснить, как наша Солнечная система перемещалась внутри галактики. И как перемещалась галактика во Вселенной. Не исключено, что изучая горизонты, ученые найдут подтверждение того, что жизнь на нашу планету была занесена из космоса. Отчего только стоит исследование по изучению генов в развитии ангидробиоза, в экспериментах которого участвует комар-звонец. Данное насекомое интересно тем, что его личинка способна впадать в процесс почти полного высыхания организма. Смотрим, может ли этот ген участвовать в этом процессе. То есть, имеет ли он роль какую-то в этом процессе или нет. Имеет ли он какую-нибудь активность в этом процессе. Итоги исследования помогут найти способы безводного хранения восстанавливаемой еды, биоматериалов, биообъектов, семян растений и всего того, что космонавты могут использовать во время полета, в том числе в экспериментальных целях. И самое главное, без невероятного количества электроэнергетических затрат, что в условиях космического полета бесценно. И таких не менее интересных проектов огромное количество. Каждая из них по-своему интересна и уникальна. Для многих из числа младых ученых КФУ стал местом воплощения амбициозных научных идей, реализация которых поможет ответить на глобальные вызовы человечества. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Начался конкурс на лучший медиа-центр среди вузов России. Каждый желающий может проголосовать за Казанский федеральный и помочь университету занять лидирующую позицию. Где и как это сделать, подробнее в нашем следующем сюжете. Именно ты можешь помочь Казанскому федеральному выбиться на первое место в конкурсе лучших медиа-центров по всей России. Голосование разделено на 10 блоков, и в каждом из них будет определён один участник, набравший наибольшее количество очков. Далее среди них 20 сентября состоится финальное голосование, где и будет определён главный победитель номинации признания интернета. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, каждый студенческий медиа-центр представил творческую работу. Именно по ней зрители и будут выбирать победителя конкурса. Цель конкурса МАЗ, насколько нам было известно, это выявить вообще в России, какой медиа-центр считается лучшим. Но мы, естественно, думаем, что это наш медиа-центр, медиа-центр Универ ТВ. Естественно, мы начали принимать в нём участие, оба этапа прошли, и сейчас идёт активное голосование в интернете. Это уже по зрительским симпатиям идёт, чей лангрид больше понравился. Ну и также члены жюри тоже сейчас голосуют до 20 сентября, поэтому мы сейчас активно агитируем и наших одногруппников, и наших коллег, друзей и так далее, чтобы они голосовали именно за Казанский федеральный университет. Голосуй за медиа-центр Казанского федерального университета на сайте конкурса и в официальной группе Международной ассоциации студенческого телевидения ВКонтакте. Олеся Чеботарёва, Ленарда Влесьяров, Универньюс. Это были все новости, которые мы хотели вам рассказать. Следи за нами в социальных сетях и наслаждайся каждым днём. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова